Достан Акхожа 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 чью книгу сейчас я читаю. Очень на самом деле классная книга, и каждую страницу приходится осмыслять. Я читаю ее, по-моему, больше месяца, если честно. И мне нравится, как Айнаш в этой книге говорит о том, что нам очень важно пережить общественную травму, очень важно нам испытать эти эмоции, и очень важно нам совместно с обществом сообща переживать эти моменты, рефлексировать и обсуждать. Мне хотелось бы вот сейчас дать именно слово Айнаш, чтобы она рассказала о своей книге и ответила на вопрос о том, какие опыты или какие травмы мы можем считать пережитыми. Спасибо, Достан. Я хочу поприветствовать всех участников этого форума, особенно, конечно, наших друзей, коллег из соседних стран. Это действительно очень важно услышать друг друга, понять друг друга, попытаться разобраться, что происходит у вас, насколько совпадают процессы, которые мы проходим, потому что мы разделяем с вами общую судьбу, в том числе судьбу, так сказать, колонизации. Мне хотелось бы провести такой мостик из прежней панели, где выступали наши коллеги, гости, и сказать, подчеркнуть два важных момента. Первый момент – это мы говорим о пасколониальности, о неком пасколониальном мире и о деколонизации. Тут важно подчеркнуть, можем ли мы говорить о пасколониальном мире или периоде пасколониальном, в котором мы находимся, если мы еще не прошли процессы деколонизации. Вероятно, это проблематично. Вот уважаемый нами Тимур говорил о стратегическом умолчании, и я хочу сказать, почему это умолчание существует. Я хочу сказать о причинах и об истоках. Именно потому, что нашему нынешнему состоянию не предшествовал процесс деколонизации, априори подразумевающий проговаривание всех травм, о которых сейчас сказал Гастан, подразумевающий проговаривание всех проблем, их разрешение, деколонизацию мышления, и только потом наступает пасколониальный период, когда эти проблемы уже не встают, они уже не актуальны. Далее, мы говорили о том, что нам нужно проверять пропаганду, как нам не быть подвержены пропаганде. Опять, ключик тот же, процесс деколонизации. Если мы проходим деколонизацию мышления, у нас вырабатывается привычка видеть, где нами пытаются манипулировать. Мы научаемся смотреть на себя своими глазами, сквозь призму собственных интересов, и тогда любой нарратив мы будем подвергать проверке именно через вот эту лупу. Как это звучит для нас, как это отзывается для нас, нашей страны, народа, нашего благосостояния и так далее, и так далее. Вот. Теперь проблема языка. Его затрагивала Светлана, и потом уже Назгуль тоже к этому подошла. Все эти проблемы с языком, конфликты на бытовом и прочем уровне, проблемы, связанные с функционированием государственного языка в государственных органах. Тоже причина этого истоки я вижу в том, что мы не прошли процессы деколонизации, когда все какие-то крайности, вся вот эта дискриминация национальных языков, она будет уже преодолена. Эти сложности будут. Казахский, узбекский, таджийский, все языки. Они будут очень долго обретать свой путь и идти, как сказать, к полному своему здоровому функционированию, потому что очень долго эти языки были дискриминируемы. Доминировал русский язык. Чтобы эту крайнюю ситуацию каким-то образом разрешить, нам обязательно нужен процесс деколонизации. Когда мы раненому, больному, национальному языку создадим преференции, особые условия, мы будем его лечить, мы будем его подпитывать, вкладывать в него ресурсы и многое-многое другое. И только вложив ресурсы, мы сможем, как Светлана сегодня хорошо сказала, на русском языке можно зарабатывать. Он дает какой-то там жизненный успех, возможность зарабатывать. Но в русский язык вкладываются колоссальные средства. Переводы, фильмы, мультфильмы, собственно, в России, за пределами России. Вот когда мы поднимемся на этот уровень, поймем, что мы должны сами поддержать свои национальные языки и вкладывать туда ресурсы, мы тогда поможем этим языкам обрести свою подлинную силу. Ну а теперь я перехожу, собственно, к тому, о чем я сегодня собиралась говорить. Да, я являюсь автором книги «Деколонизация Казахстана». Это книга, попытка как бы наметить основные направления вот этого деколониального дискурса, еще не постколониального, я подчеркиваю. Мы не можем, вот вчера мы были в Советском Союзе, потом в один прекрасный день мы восстановили свою политическую независимость, и потом мы якобы вступили в колониальный период. Это априори невозможно. Наше мышление за один день не поменялось, оно осталось тем же советским во многом колониальным мышлением. Чтобы оказаться в постколониальном Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, нам нужен некий период, когда мы совершим вот этот переход из одного состояния мышления в другое. И процесс деколонизации, он включает во многом еще и деколонизацию сознания. Тогда снимутся вопросы, конфликт с языком, функционирование языка в госорганах, написание конституции на каком языке, снимутся очень многие вопросы. Процесс деколонизации позволит всем этносом проживающим в наших странах тоже понять, что это нормально говорить и владеть государственным языком в стране, в которой ты живешь. Я назвала одну из глаз своей книги «Минное поле», потому что это действительно для нас словно минное поле, на которое мы боимся взойти, по которому мы боимся пройти. У нас все время взрывается под ногами на каждом шагу. Какую бы проблему мы не затронули, экономику, политику, социальную жизнь, бытовое общение, школы, образование, медицина, мы всегда наталкиваемся на это. Почему? Потому что колонизация пронизывала все уровни жизни, все сферы жизни. И чтобы не взрываться на этом минном поле, и более того, чтобы не оставить это минное поле следующим поколением, его нужно обезвреживать. Обезвреживание – это тот процесс деколонизации, который сложно, болезненно пройти, но это нужно сделать. И там будет как одна из проблем, проблем травмы и так далее. Понятно, что в каждой стране есть какая-то своя специфика, как проходила деколонизация. В Казахстане она имела свою специфическую сторону, потому что большая часть Казахстана вела кочевой или полукочевой образ жизни, и колонизация Казахстана была связана с тем, чтобы насильственно оседать кочевников. Ну и много с этим связано. Я сейчас не буду на этом подробно останавливаться. Я хочу лишь сказать, что колонизация в привычном понимании – это захват территории, ресурсов, дешёвое рабочее сырьё, силы и многое-многое. Но это не самое главное. Можно освободить земли, можно развивать язык и так далее. Но самая главная опасность колонизации в том, что она деформирует человека или нацию. Она влияет на идентичность, на самооценку, когда целому народу внушается, что его культура недостаточно развита, что его язык нехороший, что его образ жизни – это дикий образ жизни. И тогда у человека развивается одна из видов травмы. У человека развивается вот этот комплекс неполноценности. Многие колонизированные страны через это проходили. Почему я акцентирую на этом внимание? Можно освободить территорию, можно освободиться от политической и экономической зависимости, можно при желании, но гораздо сложнее освободиться от этого колониального мышления. И поэтому это первое, что нужно делать. Если не будет деколонизации мышления, тогда и органы власти не будут понимать, что нужно предпринимать некие шаги, чтобы освобождаться от колониальной зависимости в политике, в образовании, в информационном поле, в экономике и так далее. Но сначала надо деколонизировать сознание чиновников, деколонизировать сознание следующих поколений. А для того, чтобы воспитать без колониального мышления следующее поколение, нам нужно сначала сформировать свободномыслящие учителей. Это очень большая проблема. Но ее нужно в любом случае начинать делать, решать эту проблему тем или иным образом. Можно говорить, да. У меня уже время. Да, да. У нас будет секция вопросов-ответов. Я бы хотел сейчас... Спасибо вам большое за то, что вы рассказали про виды травм. Я вот последний слайд... Извините, да. Завершил разговор. Я хочу сказать, закончится сессия, у нас есть свободное время. Я останусь в зале и с желающими пообщаюсь. Я хочу сказать, что проблема очень актуальна не только для Казахстана и стран Центральной Азии. Достан сказала, одна из первых книг, да, это действительно так. Но был очень большой резонанс и со мной заключил контракт издательства «Пелгер Макмиллан», это в Шпрингере. И мы сейчас делаем перевод на английский язык. Книга будет выходить на английском языке, ну там Шпрингер по своим каналам будет ее распространять. Для них это вообще какая-то взрывная тема, потому что они абсолютно не понимают, что происходило, как была колонизирована Центральная Азия, что мы сейчас переживаем, на каком этапе мы находимся. Поэтому нам надо писать, говорить, использовать любые площадки. Интерес у мира есть. Востребованность у нас в странах есть. Нам нужно просто эту работу делать. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Айнаш. На самом деле спасибо. Я искренне ценю то, что вы сказали про именно неполноценность, потому что, мне кажется, немногие люди понимают, что мы иногда осмысляем даже свою культуру не через свою призму, и это очень важно. И спасибо большое, что вы рассказали про мировой спрос. Мне кажется, это интересный кейс, потому что мы должны знать о том, что мы можем дегалонизироваться разными формами для того, чтобы передать условно свою идентичность в чистом виде для постколониального поколения. Спасибо. Следующее слово я хочу дать прекрасной спикерке, которая завела подкаст о казахской музыке, и это очень классно и замечательно. Айсулу Туешебек. Вот, держите, пожалуйста, вам кликер. Об особенности своего подкаста и почему она именно выбрала подкаст как инструмент осмысления казахской музыки и музыкального наследия целого этноса и народа, Айсулу расскажет сама в своей презентации. Спасибо большое. Я очень рада присутствовать здесь в такой отличной компании. Я, поскольку у меня есть ограничения по времени, сразу перейду, наверное, к своему подкасту. Подкаст Байса мы сделали совместно с фондом имени Батархана Шукенова. В прошлом году вышел первый сезон. Здесь вы можете увидеть его обложку и небольшие сведения о нем. То есть он выходил на двух языках. Изначально мы планировали делать подкаст на одном языке, потому что я много лет работаю журналисткой и мой рабочий язык это русский язык. В феврале 2022 года мы как раз приступали к работе, а потом случилась война и мы поняли, что мы просто не можем и не имеем права делать этот подкаст только на русском языке. Поэтому мы перегруппировались и начали сразу закладывать уже работу для того, чтобы подкаст вышел на двух языках. Вообще в подкасте 10 эпизодов, но поскольку они на двух языках 20 эпизодов, и не знаю, что это значит 12 опытов, но на самом деле там должно было написано 12 профессионалов и экспертов, которые поделились с нами своими знаниями и большую часть в работе над подкастом занимала именно работа над архивами. И, наверное, именно про работу над архивами я сейчас подробнее расскажу, пусть пока этот слайд остается. Вообще колониальные нарративы, они очень сильны и они звучат по сей день в той или иной форме, они даже здесь возможно прозвучали. И, конечно, для нас было очень важно, чтобы мы меняли эти нарративы, поскольку и для меня, и для фонда Баттера очень важна вот эта вот деколониальность и эта актуальная оптика, с которой мы смотрим в первую очередь на себя и на свой опыт. И на самом деле все эти знания, которые были изложены в этом подкасте, они не являются какими-то супер, как сказать, эксклюзивными. На самом деле на протяжении многих десятков лет прекрасные профессоры и профессорки, музыковеды и музыковедки в Казахстане, в Алматы и не только работали над изучением казахской традиционной музыки. Мы начали именно с нее, потому что первый сезон он как раз-таки посвящен именно традиционной казахской музыке, несмотря на то, что мы подкаст позиционируем именно как подкаст о музыкальной культуре. Мы начали именно с этого пласта, потому что мне поступил запрос от фонда сделать подкаст и мы начали обсуждать. Я предложила давайте поговорим о нашей музыкальной культуре, музыкальной культуре казахов, потому что сама деятельность фонда, она, конечно, они работают с музыкантами, современными певцами, композиторами. И я подумала о том, что для того, чтобы сегодня мы делали классный устойчивый продукт, который будет актуален не только в Казахстане, но и за его пределами, нам нужно очень хорошо знать, кто мы есть и на чей опыт мы опираемся, поскольку казахская, казахстанская современная музыка у нее, она не вчера появилась, она не была создана в 1991 году, у нее есть очень большой и богатый бэкграунд, и нам хотелось узнать об этом и облачить все эти знания в какой-то такой понятный, современный, актуальный медиум. И этот медиум стал для нас именно подкасты, потому что я занимаюсь подкастами, и это очень классный демократичный способ говорить с аудиторией, просто приходить к ним в смартфоны, и чтобы люди нас слушали. Так началась в общем-то работа с концептом, и когда я начала работать над первыми эпизодами, я поняла, что да, вернусь к тому, что у нас есть отличные эксперты, которые очень долго изучают, и, конечно, эта информация, она всегда была, она лежала, она копилась, она перерабатывалась, и мы просто хотели сделать ее более доступной для широкой аудитории. И мы пошли в консерваторию, мы пошли в шабет в Астане и другие учебные заведения. Я столкнулась с тем, что это очень такая ирония, когда мы о своих каких-то корнях узнаем от этнографов. Этнография это вообще очень, на мой взгляд, колониальная вещь, потому что это люди, которые приехали из цивилизованных, скажем так, стран изучать нас, и это на самом деле был такой странный опыт осознавать это, но что поделать, мы работали с тем, что было написано этнографами, в первую очередь это там российские этнографы, потому что Казахстан географический, казахские степи находились там рядом с Российской империей, но в том числе были и немецкие этнографы, и в британских музеях тоже очень много всего хранится. И так вот мы начали собирать эту информацию, и для нас было важно сделать вот этот вот реклейминг, то есть вернуть знания о себе себе, то есть они изначально были нашими, но в процессе колонизации, и поскольку казахская культура, она устная, и это с одной стороны наша сильная сторона, но с другой стороны это и делает нас чуть более уязвимыми, потому что все знания, все наше богатое наследие, будь то музыка или эпос, это все передавалось в устной форме, и конечно нам тяжело восстановить в полном объеме наше наследие музыкальное, но тем не менее, благодаря крупицам информации, которые были записаны на бумаге или даже на каких-то аудионосителях того времени, нам в принципе есть с чем работать. И в этом плане, конечно, с одной стороны у нас были архивы и записи этнографов, с другой стороны у нас была эта колониальная призма, например, в национальной библиотеке и даже в электронном формате есть книги замечательных исследователей, которые были написаны 70 лет назад, 80 лет назад, 90 лет назад. И, конечно, когда вы открываете эти письменные источники, эти научные труды и монографии, они имеют такой статус академический, вы сначала должны продраться через огромное количество информации про то, что мы были безграмотны, что Великий Октябрь перевернул нашу жизнь, и что мы стали вот такими классными и развитыми, и научились писать наконец-то, и овладели этими прекрасными вещами цивилизации. И это на самом деле тоже ранит в какой-то степени меня, например, как казашку, и это было правда не очень приятно, но как раз таки этот подкаст стал для нас такой деколониальной практикой, когда мы направили вот это все в некое созидательное русло, и мне кажется, это огромный как бы потенциал вообще деколониальных практик в том, чтобы вот эту злость, про деколониальность, этот опыт, он всегда про злость, про какие-то такие сложные чувства типа гнева, и как раз таки этот подкаст помог осознать, чуть-чуть поплакать, но в итоге создать что-то хорошее, полезное, и то, что будет жить, и это тот нарратив, который мы хотим рассказывать сами о себе, потому что вообще весь подкаст Байса, он про мифотворчество, это про то, что мы, став субъектами своей судьбы, своей истории, мы сами рассказываем о себе эту историю, не Затаевич, хотя спасибо ему большое, что он там ездил и все записывал, и не никто другим, мы сами рассказываем о себе свою историю, и вот эта субъектность, она стала таким очень важным моментом и очень важной опорой в принципе для нашей работы, сейчас я покажу вам QR-код, вы можете навести и послушать то, о чем я говорила, про архивы я не рассказала, ну ладно. Я думаю, что у нас есть время после панельной дискуссии, к сожалению, мы сейчас ограничены во времени, вот, и мы можем поговорить и на кулуарах тоже, вот, Белла, держите, мне кажется, Айсулу вы упомянули очень классную вещь, мне нравится, потому что Айнаш уже рассказала о том, как мы можем находить эти травмы, и нам важно для рефлексии принять и понимать, а любое принятие идет только с поиском, поиском корней, и как раз вот переосмысление идет как после того нахождения этих корней. Я бы хотел бы сейчас вам предоставить слово Белли Урамбет, и прежде чем предоставить, рассказать о ее проекте, точнее, она сейчас является представительницей проекта топ-10 казахских фильмов, в рамках которого были публичные просмотры и обсуждения о 10 самых, скажем так, запоминающихся казахских фильмах. Мне на самом деле этот проект кажется феноменальным, потому что язык этого проекта казахский, а феноменальный он не потому, что казахский, а потому что 10 недель подряд по 4 часа участники, минимум 40 человек, слушали, обсуждали вместе с экспертами по деколонизации, осмысляли все эти фильмы как раз вот через призму деколониальности. Про именно этот опыт рефлексии сейчас расскажет Белла. Я хотел бы еще сказать о том, что в зале есть основатель этого проекта Аннас Багдад. Вы можете привстать, чтобы люди знали, кто этот человек. на все вопросы господин Аннас ответит нам во время вопрос-ответов. Спасибо большое. Да, наш проект прошел 10 недель, начинали мы в декабре. На самом деле кино – это очень какой-то такой пропагандистический инструмент через искусство. Они как бы передавали основной месседж, но оказывается, все-таки даже в этих фильмах, которые снимали в советское время, есть на что обратить внимание, и это очень интересно. Расскажу о проекте. Во время проекта мы отобрали 10 фильмов, не мы, точнее, 50 режиссеров казахстанских и 30 кинокритиков отобрали из 500 где-то кинокартин, которые были сняты еще с 20-х годов прошлого века. Их, оказывается, более 500 фильмов, и отобрали топ-10 фильмов. Сейчас, секунду. Так. И мы хотели популяризовать казахстанские фильмы, казахские фильмы, и ответить вопрос, что вообще такое казахский фильм, что такое нация, что такое деколонизация. и в наших дискуссиях принимали участие киноведы, а также исследователи, ученые различных социально-гуманитарных наук. Там были очень известные политологи, экономисты и так далее. Вот. Так. 10 обсуждений было. Но мы вначале показывали фильм обязательно, и потом вместе, где-то фильм шел два часа, и обсуждение тоже длилось два часа. То есть четыре часа никто не уходил из зала, и все вместе смотрели эти фильмы. Мы вначале думали, что, наверное, эти фильмы все, наверное, уже посмотрели, но оказалось, некоторые люди, ну, например, Казжебек, например, мы считаем, что это самая, не знаю, жемчужина наших казахстанских фильмов, но были люди, которые не смотрели эти фильмы. Это было очень интересно, конечно же. Также, ну, вот, мы же говорили, что, ну, фильмы, снятые там в 60-х годах, в 50-х годах, она была нанизана такой пропагандой коммунистической, советской. Но также наши режиссеры, оказывается, могли передать через вот эти фильмы, несмотря на цензуру, обходили, и вот посредством киноязыка они, ну, даже помимо диалогов очень глубоких, например, фильм, вот этот «Крилл Кизегна», называется «Тревожное утро», режиссер Абдулла Корсакпаев, снят был еще в 66-м году. Этот фильм про о том, как пришла в Семеречи, ну, устанавливали советскую власть, и там был комиссар Тохтар, и, в общем, местный Жусуп Бай, то есть он был противником советской власти, но был фильм основан на этом конфликте. Но очень хорошо, то, что нам же всегда показывали там Бай, это совсем глупые, очень, не знаю, какие-то такие ограниченные люди, но в этом фильме, наоборот, у Жусупа очень такой глубинный был диалог. И кинорежиссер Мурат Ишан показал, что, например, вот этот кадр был в то время, когда Жусуп и сам Тохтар, на Тохтар пишут донос, и Тохтар привозит вот этого женуса Бая, то есть вот этого Басмача, но кто-то пишет донос на самого Тохтара, и то есть его тоже потом садят в заточении, в общем, и сам Тохтар оказывается, вообще, по законам кино, главный герой должен находиться в центре, ну, то есть у них как раз диалог, ну, говорит, ладно, Жунус говорит, возможно, ты, наверное, придешь и установишь, не знаю, там рай для казахов, и у них, когда идет такой диалог, Жунус остается в кадре в самом низу, и этим режиссеры, наверное, хотели показать место самого вот этого Тохтара в истории казахов, наверное, вот, и также в конце фильма, наоборот, Жунус сбегает тюрьмы и захватил с собой вот этого Тохтара, и в самом конце фильма он дарит свободу ему, а также свой бурик и саблю свою, то есть, наверное, там, как он прошел цензуру, наверное, в Москве, наверное, не совсем знали значение головного убора и орудия для казахов священные, и таким образом, ну, фильм заканчивается вот, открытый сценарий, неизвестно потом, что там дальше, и еще один фильм, который мы обсуждали, это был Казжибек, многие думают, что Казжибек это история любви, да, то есть, Жибек любит Тулегена и вот эта красивая история, но на самом деле в это время как раз нам передавали вот такой месседж, что советская власть вместе с Лампочкой Ильича в казахскую степь привнесла, не знаю, историю, культуру, вообще образование и так далее, но на самом деле вот этот фильм, для этого фильма, кстати, были использованы эксекизы художницы Гульфарус Исмаиловой, которая сшила для, например, Жибек, у Жибек было 10 платьев, и вот каждое платье, для каждого платья они использовали более 100 бус, очень таких драгоценных камней, и они показывали тем самым, что история у казахов и вообще культура, она намного богаче даже. наверное, там были кадры, где были рунические надписи, и там балбалтасы, то есть вот эти рунические надписи, письменность, она была использована еще в 8-10 веке до нашей эры, то есть в казахской степи была и культура, и история, и образование, и вот эта письменность, она намного глубже, чем история Советского Союза. То есть, ну, когда еще, ну, вы же помните слова Путина о том, что Казахстан получил государственность только вот буквально 100 лет назад, когда советская власть пришла. Ну, то есть наша интеллигенция дала ответ еще тогда, в прошлом веке, ну, через вот этот фильм Казжибек, то есть Казжибек, это не фильм про историю любви вот этих двух людей, а это история о нашей нации, как она формировалась. Вот. Также был очень интересный фильм, вот, про Крилкизин рассказали, то есть. Так, вот этот фильм, «Меня зовут Кожа», наверное, вы все видели, скорее всего, этот фильм, это фильм, снятый по повести Вердебека Сокпакбаева, то есть интересный фильм про детские шалости, казалось бы, про Кожа, но на самом деле это модель, как делают советского человека, то есть ребенок, который вольный, растет, он пытается, наоборот, своей вольностью воткнуться в общество, ну, вот как-то, но его делают советским человеком очень послушным, прилежным, который исполняет все абсолютно, ну, то, что говорят учителя, то, что хотят от него видеть, вообще общество советское. Вот. То есть было переосмысление вот этих фильмов, и мы узнавали вообще себя, почему мы такие прилежные, почему мы такие очень такие пластичные, почему мы, ну, вот, как говорят казах, это значение имеет вольный человек, но почему мы не вольные, почему мы колонизировались и до сих пор не перестаем быть такими послушными советскими людьми. Вот. И фильм Атомикен, тут определяется значение слова родины, вообще фильм, он о том, что Аксакал, у которого погиб сын где-то под Ленинградом на войне, он вместе с внуком отправляется из глубокой казахской деревни в Ленинград на этом товарном поезде, и очень интересные моменты. Во время вот этого пути Аксакал встречает среди многих людей одного человека, мусульманина, и он его узнает по именно вот этому кувшину, Кумра, вот, и вот этот человек, который тоже стоит в очереди за водой, он был, он чеченский тоже Аксакал, депортированный еще в 30-х годах, то есть он едет тоже к себе на родину, но он едет не на поезде самом, а на поезде, то есть не в вагоне, и спрашивает, почему, говорит, ты едешь не на поезде, в смысле, не в поезде, как все остальные, он говорит, что у него нет разрешения, то есть советская власть даже не разрешала людям возвращаться обратно на родину, и вот это показывает такую трагедию братских народов, которые были депортированы в советское время, ну такая линия не основная, но в то же время она показывает вот эту общую судьбу народов, которые во время Советского Союза испытали очень тяжелейший стресс, трагедию. В конце концов Аксакал вместе с внуком, он все-таки добирается до этой могилы, до братской могилы, где похоронил его сын, и он задается вопросом, что такое родина, он же хотел забрать своего сына, и вот это понятие, оно все равно у людей разное, то есть если нам прививали, что родина она одна для Советского Союза, неважно где ты умрешь, ты все равно на своей родине, но почему вот этот чеченский Аксакал, он едет умирать на свою родину, почему Аксакал хотел забрать останки своего сына, и также ну вот эти вопросы, на эти вопросы мы вместе искали ответ, вместе с участниками вот этого проекта, материалы вот этого проекта вы можете посмотреть, почитать на портале у НЕР, также есть видео вот этой дискуссии, вы также можете посмотреть на канале, ну, YouTube-канале нашего портала. Спасибо большое. Белла Ханам, спасибо вам большое. если честно, когда я звал вас на эту панельную дискуссию, я думал, что интересным опытом является то, что вы даете площадку людям для осмысления всего этого, но сейчас, услышав все это, мне кажется, очень важно и осознавать нам, какие призмы нам были навязаны, вот в том числе и для того, чтобы мы проецировали эти травмы вышесказанные, и о том, как мы лишались этих корней. Мне кажется, очень важно и об этом тоже упомянуть и срезюмировать. Спасибо вам большое за это. Мы уже поговорили о важности принятия травм в рефлексии, деколонизации, мы уже поняли о том, что нам важно искать свои корни через разные платформы, источники и так далее. Мы уже поняли, что мы можем переосмыслять что-либо созданное до этого для того, чтобы принять себя как таковыми и наоборот вступать в постколониальное общество, но вопросы форм остаются открытыми. То есть для каждого форма рефлексии может быть абсолютно разной, начиная с принятия национальной одежды и заканчивая разговором на своем родном языке. И мне кажется, никто лучше не знает об этом, об инструментах и формах рефлексии, как Асель Исшанова. Я хочу, чтобы она сейчас поделилась своим опытом. Асель расскажет о своих архитектурных проектах и проектах в искусстве. Спасибо большое. Прежде чем рассказать о своем личном опыте как архитектора и о том, как архитектурные практики помогают преодолеть этот деколониальный, вернее, использовать деколониальный дискорд для того, чтобы внутренне себя освободить, я бы хотела немного рассказать, ввести в контекст. Хотя я уверена, что о контексте вы хорошо знаете. Удивительно страшно понимать, на каких больших макро- и микро-уровнях советская власть колонизировала народы Центральной Азии. И вот мы можем начать с советского модернизма как инструмент, противостоящий сталинскому неогласицизму, но также как инструмент через... архитектура как инструмент для того, чтобы контролировать нас. И вот наверняка вы все узнаете эти панельки, и вот это пример из книги Филиппа Мозера, где приводятся фасады разных жилых домов в разных регионах странах бывшего Советского Союза. Здесь есть, например, чеченские дома, есть ташкентские, есть казахстанские. То есть по всему Советскому Союзу были эти там панельные дома, просто менялся какой-то паттерн, который, опять-таки, был еще также инструментом ориентализма. Я немного в презентации даю какие-то фразы, не буду их перечитывать, просто дополню своей речью. Следующая, вот пластичная материя, которая должна трансформироваться согласно видению метрополии. То есть это получается национальное по форме социалистическое по содержанию. Наверняка наши ташкентские коллеги, узбекские коллеги из Узбекистана узнают дом жемчужин, где пытались воспроизвести идею такого эдемского, вернее, восточного сада внутри многоэтажного дома. Здесь наши казахстанские опять-таки коллеги могут узнать дом богатыря или кинотеатр Арман с внутренним двориком. Это что-то вроде опять-таки про экзотизацию наших наших традиционных архитектурных форм через социалистический язык. И здесь такая концепция эдемского сада, который будет когда-нибудь достигнут, когда мы перейдем к светлому коммунистическому будущему. Ту же самую воду и фонтаны использовали для того, чтобы создать такую идею идеального восточного города. И вот в этом нарративе мы существовали, и в этом нарративе, и этот нарратив, к сожалению, государство присвоило, сегодняшнее государство присвоило, и это, скорее всего, был неосознанный шаг, потому что деколониальный процесс все еще происходит, и жаль, что мы все еще не освободились, и в какой-то степени колонизируем сами себя через архитектуру. Но я сейчас немного расскажу про то, как деколониальные практики мы используем в архитектуре казахстанские архитекторы. Здесь фотография финальной работы, которую мы сделали вместе с моим коллегой Чингизом Батырбековым в рамках проекта «Чувство ритма». К нам обратилась этаж групп, и для музея Костеева мы должны были медитировать на тему ритма. Тогда мы решили, что мы бы хотели найти никому уже не нужную советскую остановку, которая в целом такая типичная, и наверняка в каждом советском, постсоветском городке или ауле можно будет найти такую оставленную конструкцию, и мы решили ее деконструировать, то есть не полностью уничтожить, а наоборот поменять ей форму, и мы искали разные форматы, разные архитектурные языки, но мы также обратились к местным ремесленникам, не только казахстанским, но и к ремесленникам из Кыргызстана и учились у разных ремесленников, разным техникам и разным медиа, для того, чтобы для себя в какой-то степени вспомнить и восстановить те языки, те медиа, которые использовали в искусстве, в архитектуре, в дизайне, и в итоге мы пришли вот к этой форме, здесь вы видите уже такой процесс финальный, потому что после того, как выставка закончилась, мы решили, что остановка, бывшая остановка советского периода должна найти место в национальном парке Алтын-Гемель, и она уже имеет совершенно другую форму, вот, это наше такое переосмысление. Второй пример, но он, конечно, он, правда, заключительный в моей презентации, потому что я была ограничена во времени, но на самом деле, как архитектурное сообщество, мы продолжаем искать новые языки, новые формы деколонизации, но я сейчас приведу пример арт-проекта, который мы делали при поддержке Британского совета в 2016-2017 годах, проект City Nomads. Здесь я была как одним из со-кураторов проекта, где мы пригласили разных дизайнеров, архитекторов, ремесленников для того, чтобы переосмыслить нашу идентичность через различные, получается, медиа. мы погружались вместе с кураторами в наш получатся реальность, наш контекст, смотрели наши традиции, смотрели наши какие-то смыслы и визуальные коды, визуальные языки и совместно с, получаются, ремесленники, дизайнеры, архитекторы, журналисты, режиссеры, мы переосмысляли эти формы. В итоге это переросло в двухгодичный проект. Первый проект был, первый результат выставки был представлен в Лондоне в рамках недели дизайна и архитектуры, а следующий этап, вернее, итог выставки и коллаборации ремесленников и дизайнеров мы представили в рамках Экспо-2017 в Астане, но я должна сказать, в рамках британского павильона, не казахстанского. На этом я остановлюсь, я думаю, что мы можем продолжить дискуссию в форме вопросов и ответов. Спасибо за представленную возможность поделиться тем, что делают архитекторы. Спасибо, вы прям тютелька в тютельку. Итак, у кого есть вопросы? По право очередности я увидел вот тут поднятую руку первым, простите, это Норрес, это не лично. Вот, у нас правило одного микрофона. Если хотите, я могу дать свой. Давайте. без проблем. Пожалуйста, только учтите, что вопрос либо адресован всем спикеркам, либо одному человеку. Мне кажется, это очень сильно облегчит нам сейчас тайм-киппинг. И нам это важно. Спасибо большое за такие замечательные презентации. Очень интересные инпуты. У меня вот вопрос, наверное, ко всем спикеркам, если можно, потому что вопрос такой более общий. Вот деколониальные процессы в мире, они существуют в разных регионах Латинской Америки, там, в Субсахаре, Африка или в Юго-Восточной Азии. Эта практика уже существует, переосмысление истории. А вот в контексте Центральной Азии у меня вот такой вопрос. Есть агрессивные формы деколонизации, например, разрушение исторических памятников или вынужденная национализация русифицированных имен, например, такое существует в Таджикистане. Вот базируясь на опыте, на международном опыте в других странах, переосмыслении собственной истории, можно ли найти такой баланс, чтобы дать возможность маргинализированным группам высказываться на тему historical justice, именно исторической справедливости и все равно не проводить такую практику агрессивной деколонизации. Вот что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Да, я хотел лишь одну ремарочку сказать о том, что вот когда мы говорили о деколонизации рефлексии, деколонизации, простите, мы говорили о том, что очень важно принять то, что мы были колонией когда-то, принять то, что нам что-то навязывали, принять то, что нас травмировали, да, и мне кажется, вот как раз когда ты сносишь, отрицаешь, это как раз это не про принятие, и процесс будет задержан. Я думаю, что Айнаш полноценнее ответит, чем я. Спасибо, очень интересный вопрос, он возникает почти при каждой дискуссии, о том, как должен проходить процесс деколонизации, какие последствия он может иметь, с какими проблемами мы сталкиваемся на этом пути. Если говорить о таком более гармоничном, как вы хотели сказать, процессе, чтобы не ломать палок, опять не вступать в конфронтацию, да, и опыт показывает, что это возможно, это возможно, когда бывшая метрополия тоже встает на путь деколонизации. Когда Анн, когда освободились, когда был парад суверенитетов, помним, 49-й и чуть позже, Индия, Пакистан, Шри-Ланка и многие-многие страны освобождались, да, потом был создан из британской системы, колониальной системы, свой союз и так далее, но обратите внимание, этот шаг и это принятие освободить бывшие колонии были приняты, поняты самими метрополиями и они проходили свой путь до колонизации или до империализации сознания. У англичан в 50-е, 60-е годы был такой провал тоже ментальный, они пытались найти себя в новом качестве не как британцев, в смысле Великой Британии империя, а как английский, там два понятия было британскость и английскость и вот они искали свою английскость, они тоже копали свой фольклор, отсюда мода на толки, и там целые процессы были и они возвращались к себе англичанам без вот этой империи. И это смягчило процесс деколонизации в колониях. Если мы говорим о поиске такого пути, он возможен, да, и тогда мы должны вместе с бывшей митрополией, то есть Россией, проходить этот путь вместе, тогда будет мягче, гармоничнее, без конфронтации. Но пока там будет прежнее давление и будут контрпропаганды, мы должны будем защищаться, защищать свое право, деколонизироваться, и тогда мы будем создавать контрнарративы, контрпропаганду, то, что сейчас очень успешно делает Украина. Спасибо большое, Инаш. Мне кажется, это классный, развернутый ответ. В порядке очереди, да, Камила, но перед тобой был Навруз, я думаю, что, простите, если я неправильно назвал, Навруз, правильно, да? Навруз. Хорошо, извините, пожалуйста. Казахский ладо сказали. Но это не империализм. Хорошо. Частично на этот вопрос ответили, конечно, в том числе и вы, Достан. Но я хотел спросить насчет именно урбанистического, скажем так, урбанистической деколонизации УАСЭЛЬ. У нас в Душамбе такая практика, которая вызывает большие вопросы, когда выборочно, выборочно, порой даже не спрашивая особого мнения общества, убирают, сносятся. Вот, например, тот фонтан, который вы показали, его уже нет, например. Или какие-то старые здания, которые имеют какую-то историческую, даже не историческую, а эстетическую ценность. И их убирают, да. Просто сносят. И в некоторых странах, я знаю, что убирают только символику и оставляют только здания, например, чтобы просто не было ассоциаций. Но при этом плод остается, да. Как с архитектурной, с урбанистической точки зрения нужно проводить строительство нового, например, в моем случае нового Душанбе, при этом каким-то образом, да, как Адастан говорил, не удалять ничего, а просто принимать. Как это должно выглядеть с вашей экспертной точки зрения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это очень актуальный вопрос среди, например, казахстанских архитекторов и урбанистов, потому что как такового четкого ответа еще нет. Я думаю, в процессе деколонизации мы все еще формируем понимание, как же нам смириться с тем прошлым, которое окружает нас буквально в физическом его выражении, а с другой стороны, как создавать новую эстетику, новую форму. Я думаю, что надо начинать с процесса примирения с тем, что у нас есть и принятие. Скорее всего, с пониманием того, что да, это наше прошлое, и мы от него никуда не денемся, и вы делаете из этого выводы, и это как такие существующие перед нами символы прошлого и уроки. Это, конечно же, не так легко, как сделать, например, с теми самыми памятниками, которые мы видели несколько лет назад, памятник Христоса, там уже сам Колумбу сносилось, но архитектура это гораздо более серьезный, скажем так, объект, монументы, плюс его используют. Очень важно во всем этом процессе поиска своей идентичности, своего архитектурного пластичного языка вовлекать людей, вовлекать сообщества для того, чтобы совместно принимать решения. То есть это не должно быть только вопросом профессионалов, чтобы профессионалы в закрытых дверях между собой экспертно принимали решения. Это такой очень сложный и где-то, наверное, даже интуитивный и терапевтический процесс, которому, мне кажется, мы будем идти еще десятки лет. Я не знаю, смогла ли я ответить на этот вопрос. Можно я дополню ответ? По поводу отношения, мы сейчас не говорим о памятниках, мы говорим об архитектуре здания, дома и так далее. Что касается символики, герб, допустим, я за то, чтобы, если здание функционирует, и оно нужно, снимать эту символику, потому что она оскорбляет, она кого-то травмирует. Допустим, до сих пор у казахской армии на гербе есть красная звезда. На мой взгляд, это очень возмутительно. Что касается конкретных, допустим, хручевок, то я считаю, что они выработали свой срок, это первое, они неэстетичны, непонятно, что тут сохранять. Это второе. Третье, само это пространство, оно тоже формирует наше мышление, пространство, в котором мы находимся. Я считаю, что страны делают все возможное ради своего народа, и нужно сносить эти постройки. Есть целая философия о этих, сейчас не буду подробно рассказывать о этих хручевах, как они строились вот этими коробками, безликими, похожими друг на друга и прочее. Я думаю, что их надо сносить и заменять современными домами. Новое мышление, новое пространство, новые образы, оно тоже визуальный ряд тоже нас меняет. Я бы хотела вас дополнить все-таки и немного даже поспорить с вами по поводу сноса хручевок, потому что есть примеры архитектуры, тот же самый, когда подпала берлинская стена и был, получается, восточный Берлин и западный Берлин, перед архитекторами стояла большая задача объединить, и вот те же самые хручевки, панельные дома, которые олицетворяли, получается, советский, вернее, социалистический лагерь, они остались, и современные берлинские архитекторы пересмысляли и дали им вторую жизнь, и сейчас мы приезжаем в Берлин и чувствуем себя достаточно комфортно. То есть снести это довольно-таки дорогостоящий процесс, но среди архитекторов есть такие прям очень успешные практики, когда меняется нарратив благодаря каким-то нововведениям, без радикальных мер. хороший пример насчет Берлина, я, правда, давно была в 2008 году, там попадаешь из одного мира в другой. Сначала пустыри, и потом советская Германия такая советская с хручевками, это два разных мира, и это непривлекательная картина. Может быть, сейчас там после Александра стали застраивать современными домами, и облик стал меняться и смягчаться современными домами. И вот этими... Спасибо большое. Спасибо большое, Айнаш. Я хотел сказать одну ремарку. Первое. Если у вас есть вопросы по архитектуре еще, завтра у нас будет отдельный блок про это и отдельное выступление, где мы можем в спокойствии, в здравии обсудить все это без торопления. Второй момент. Мне подсказывают, что у нас время подходит к концу, поэтому, если возможно, если вы не обижаетесь, но даже если обижаетесь, прошу прощения, вот, да, у нас всегда есть время обсудить это вне. Вот. Последний вопрос Камила, просто она поднимала руку по очередности. Остальные люди, спикерки, все здесь, я здесь. Мы сможем обсудить это вообще неформально, еще и эксклюзивно face to face. Спасибо, что не обидел меня, Достан. У меня вопрос короткий. Переименование улиц с названием советского периода в национальный. То есть, допустим, в Астане долгое время улица Мирзаяна оставалась улица Мирзаяна, пока она не стала улицей Ханышсетпаева. Астанчанин все равно, как Назгуль уже сказал, всем правит привычка. Периодически все равно мы слышим, как ее называют Мирзаяна. То же самое, например, в моем городе Оскимен улица Сагадата Нурмагомбетова появилась, но никто не знает, кто это, и все говорят, что это продолжает говорить улица Ворошилова. Мой вопрос в том, скажите, переименование улиц это процесс деколониальный, постколониальный или все-таки национальный? Мой вопрос скорее больше Кайнаш и Кассель. Согласитесь называть Казахстан улицу именем Мирзаяна, это даже не пощечина, это что-то гораздо хуже. Поэтому неважно, это будет в рамках процесса Д, постколонизации или в каких-то, в рамках какого-то другого процесса это необходимо делать, или там Фурманова, который снимал, я не знаю, головы нашим дедам, которые восставали против советской власти и прочее, прочее. Безусловно, надо переименовывать, но не переименовывать, ради переименования, давать неизвестные имена и так далее. Что касается привычки называть старыми именами, ну, у кого эта привычка есть, у людей старшего поколения. Оно уйдет, естественно, новое поколение будет знать уже новые имена, новые личности, другое дело, что мы должны сделать так, чтобы эти новые поколения, за которыми будущее, знали именем кого названа эта улица, чем человек отличался, что он сделал такого для Казахстана и так далее. Это, я думаю, процесс такой постепенный, он будет решен, мы его одно время откладывали, все реагировали на, то есть как-то, да, на реакцию тех, кто был против, но я думаю, что исторически это вещь такая, которая не будет отложена. Мы будем переименовывать и называть улицы именами достойных людей. Я лишь добавлю быстро, спасибо за вопрос. Я являюсь не только архитектором, но также соучредителем общественного фонда Urban Forum Казахстан. И вот на своей площадке мы очень много говорим про партиципаторный дизайн, про то, как необходимо вовлекать в процессы городского развития и перемен людей, сообщества. И поэтому я абсолютно согласна с вами. Единственное, что я хотела бы добавить, что эти вопросы по переименованию опять-таки не должны решаться за закрытыми дверями. То есть очень важно привлекать профессиональное и не только сообщество для того, чтобы совместно решать. Таким образом, узнавание улиц и новые привычки будут гораздо быстрее внедряться. Спасибо. На этом все. Я благодарю вас за активность. У нас есть возможность сейчас пообщаться, но вам надо выловить этих прекрасных людей, потому что я потратил очень много времени, чтобы их выловить. Спасибо.